Свой вклад в решение городских проблем стараются вносить и депутаты муниципального уровня. Особенно это важно, когда дело касается учреждений образования. Первостепенное значение здесь имеют вопросы обеспечения мер безопасности, благодаря которым сохраняются жизнь и здоровье детей, например, в детском саду. Летнее время как нельзя лучше подходит для разного рода ремонтных и строительных работ. И прямо сейчас в 125 детском саду в Завожском районе Твери завершаются работы по замене забора. Это стало возможным благодаря поддержке депутатского корпуса Тверской городской думы. Подробности в нашем сюжете. В Тверском 125 детском саду в Завожском районе Твери воспитывается 180 детей. Это 6 групп. Дошкольные учреждения солидного возраста 1965 года постройки. Несмотря на это, заведующая и коллектив стараются поддерживать помещения чистыми и опрятными. Но вот старый забор по фасаду учреждения давно пришел в негодность. На это неоднократно обращали внимание родители детей, которые посещают этот садик. Они просили заменить ограждение. Руководитель детсадика обратилась за помощью к депутатам городской думы. Забор не соответствовал нормам антирористической защищенности, ниже того уровня, который должен быть. Он был уже морально устаревший. И сейчас новый забор отвечает всем требованиям безопасности. Хотелось бы выразить огромную благодарность депутату нашему Тверской городской думы Дмитрию Леонидовичу Нечаеву за то, что он помог нашему детскому саду решить такую большую проблему, как ограждение территории детского сада в рамках антирористической защищенности. Это сейчас очень остро стоит вопрос. Депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев направил средства из депутатского фонда на новое ограждение для детского сада. Часть средств добавил его коллега Юрий Ануфриев. Выделить совместно около 200 тысяч рублей на замену этого забора по фасадной части. Работа сейчас уже подходит к своей завершающей стадии. Сейчас забор будет покрашен, приведен в ближайшее состояние, будут установлены домофоны, системы ограничения доступа. В детском саду также есть необходимость в ремонте пола в пищеблоке. Дмитрий Нечаев сказал, что рассмотрит возможность финансовой помощи по этому направлению в следующем году. Также народный избранник обратил внимание на контейнерную площадку, которая расположена прямо перед входом до школьного учреждения. Некоторое время назад ее привели в порядок. Место сбора мусора сделали крытым и сверху, и по бокам. Но, увы, это радикально не решило проблему. Крупногабаритный мусор и порубочные остатки местных жителей сюда носить не перестали. Вид, который открывается при входе в детский сад и у родителей, и у детей, не самый приятный. Пока, к сожалению, видим, что не все граждане пользуются местным сбором мусора так, как это полагается. И просто, ну, по-русски говоря, просто валят мусор рядом, особенно крупногабаритный мусор. Обсуждался вопрос неоднократно с главой района о переносе этого места сбора мусора. Но, к сожалению, есть очень много норм, которые жестко регламентируют этот момент. Дмитрий Нечаев не намерен оставлять эту ситуацию нерешенной. В ближайшее время он проведет ряд консультаций с городской администрацией по вопросу переноса контейнерной площадки в другое место, чтобы не омрачать юным тверичанам их первые детские впечатления. Ведь, согласно известному выражению, у нас все лучшее детям. Продолжение следует...